Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Сегодня по всей стране состоялся первый день голосования. Глава Карачаева-Черкесия Рашид Тимреза в числе первых среди жителей республики принял участие в выборах депутатов Госдумы. Он проголосовал на избирательном участке номер 30, расположенном в детском саду «Звездочка», Черкеска. Альбина Ламкова продолжит тему. Избирательный участок на выборах в Госдуму открылся своевременно в 8 утра. В числе первых среди жителей республики принял участие в выборах депутатов Госдумы глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он пришел на избирательный участок номер 30, расположенный в детском саду «Звездочка», Черкеска, сразу после его открытия, вместе со своим сыном Маратом. Здесь царит праздничная атмосфера. Приятно не только взрослым, но и детям. Так намного проще познавать всю важность процесса выборов. Голосование важно для нашей страны. Я традиционно голосую за будущее нашей страны, за будущее наших детей, за развитие нашей страны. И считаю, что это долг каждого гражданина, долг каждого жителя нашей страны. Мы видим, что наша страна сегодня является сильной, развивающейся. Требований к человеку, который стремится стать народным избранником, довольно много. Но есть основные качества достойного депутата. Я считаю, что от активной позиции депутата, в том числе и законотворческой его деятельности, отстаивания интересов того или иного субъекта, который он представляет. В данном случае, если депутат от Карачаева-Черкесии, он должен, не побольше этого слова, биться за интересы нашей республики, за ее развитие. Поэтому я думаю, что качеством, в первую очередь, порядочного и ответственного человека. На избирательном участке работает весь состав комиссии наблюдателей от разных партий и от кандидатов в депутаты Госдумы. Граждане 30-го участка с утра проявили активность. Юлия Руцинская всегда ходит на выборы. Считает важной государственной политической акцией и отдает свой голос за человека, которому можно доверить решить вопросы в законодательной власти. Хожу на выборы для того, чтобы сделать будущее своей страны лучше. Это дело каждого из нас. Только мы решаем и определяем нашу будущую хорошую жизнь. Антиковидная безопасность – одна из главных составляющих выборного процесса. Обязательная термометрия, одноразовые маски и перчатки, индивидуальные ручки, ну и, конечно, социальная дистанция. Выборы депутатов Государственной Думы, Федерального Собрания будут проходить в течение трех дней. Сегодня первый день открытия дверей. Все для того, чтобы люди смогли в течение трех дней прийти проголосовать в целях, конечно же, сохранности, охраны здоровья в связи с этой неблагоприятной ситуацией. В нашей республике сделать свой выбор за кандидата и партию смогут более трех тысяч избирателей. Порядка 18 тысяч человек проголосуют впервые. Всего в населенных пунктах Корчаева-Черкесии работает 251 избирательный участок. Все избирательные участки закроются 19 сентября в 20 часов по местному времени, а итоги выборов станут известны 20 сентября. Альбина Ламкова, Алиб Бастанов, Вести, Карачаева-Черкесия. Сегодня проголосовал и спикер парламента Корчаева-Черкесии Александр Иванов. В эти три дня граждане России делают важный выбор, который определит на развитие государства на ближайшие пять лет, сказал спикер. Территориальные участковые избирательные комиссии республики в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты. Созданы все условия для безопасного голосования. С хорошим настроением голосуем за наше будущее, выполняем свой гражданский долг. Я думаю, что избирательная кампания у нас проходит в таком доброжелательном настроении, режиме. И хочу пожелать, чтобы большинство наших жителей пришло в эти ближайшие три дня на участки, проголосовало, выполнило свой гражданский долг и были ответственны перед нашей республикой, перед Россией за то, кого мы выбираем и какое будущее мы выбираем. Процедура голосования будет проходить по 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму, в Карачаево-Черкесии также проходят выборы в органы местного самоуправления в четырех районах республики – Адагихабльском, Карачаевском, Прикубанском и Уйджигутинском. Помимо избиркома, за ходом голосования в республике будут следить порядка 500 независимых наблюдателей. Сегодня на свой избирательный участок пришел проголосовать и председатель правительства Карачаева-Черкесии Аслан Озов. Он также отметил, что важно исполнить свой гражданский долг – сходить на избирательный участок и принять участие в выборах. В нашей стране еще с советских времен сложилась добрая традиция ходить на выборы с семьями. И сегодняшнее голосование не стало исключением для семьи Ошибоковых из Черкеска. Прямо с утра они дружно пошли на выборы и выполнили свой гражданский долг. Карача Беджеев подробнее. Идем голосовать. В семье полицейского Ослана Ошибокова трое детей – два сыночка и лапочка-дочка. Мальчиком 6,3 года, дочери 8 лет. Дети пока маленькие и не могут голосовать, но отец показывает им хороший пример – законопослушного гражданина, который выполняет свой конституционный долг. Собрав все нужные документы, семья Ошибоковых уже готова идти на выборы. Как раз избирательный пункт находится рядом с домом. За кого отдать свой голос на выборах депутатов Государственной Думы в семье уже знают и относятся к этому серьезно. Ведь от этого зависит будущее, считает глава Ослана Ошибоков. Со временем это станет традицией – приходить на выборы всей семьей. Мы стараемся своим примером приучать своих детей принимать активное участие в жизни республики, отмечает Ослан. Сегодня, на мой взгляд, очень значимый день для нашей страны, когда каждый гражданин, каждый россиянин, достигший 18 лет, имеет право проголосовать. А так как мы ответственны за наше будущее, я считаю, что каждый должен воспользоваться этим правом. Я, как представитель силовых структур в лице Росгвардии, хочу показать достойный пример остальным нашим согражданам. Как отметил Ослан Ошибоков, нужно принимать активное участие в жизни страны, быть ответственным перед республикой – это наше будущее, это конституционное право каждого гражданина – сделать свой осознанный выбор. Харча Беджиев, Роберт Джугутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды. Каким будет завтрашний день, расскажут наши синоптики. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, ночью в отдельных районах сильный, с грозой и градом, ночью и утром – местами туман. Ветер восточный – 5-10, температура ночью 7-12, в горах до плюс 7, а днём – 19-24, и в горах местами – 12-17. В Черкесске – без существенных осадков, ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, а днём – 22-24 градусов тепла. Спешите! С 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа «Экзотик-шоу Али Врувер». Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждём вас! Это «Большие вести» в прямом эфире, и мы продолжаем. И информация из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 24 818 человек. Из них 22 206 выздоровели, 580 человек госпитализированы. Сегодня состоялось очередное заседание Дагихабльского районного суда по уголовному делу бывшего судьи Максима Якуша. Напомним, в мае 2018 года на трассе «Кавказ» в районе посёлка Иркен-Шахар произошло ДТП с участием Якуша. По версии следствия, Максим Якуш управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Внедорожник подсудимого на скорости 150 км в час выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Киа», в котором было трое человек. В результате аварии водитель получил тяжелые травмы, а пассажиры погибли. Сегодня состоялось второе заседание суда, на котором рассматривали уголовное дело по существу. Ранее суд избрал для Максима Якуша меру пресечения в виде заключения под стражу. Подсудимый принимал участие в процессе в режиме видеосвязи. В рамках сегодняшнего судебного заседания был запланирован опрос свидетелей. Но в силу ряда обстоятельств, большая их часть не явилась на процесс. Следующее заседание суда намечено на 11 октября. Каких-то прогнозов делать рано. То есть только началось судебное разбирательство. Думаю, через 4-5 заседаний будет какая-то картина. Но отношение самого подсудимого, он до сих пор отрицает совершение преступления. Титаническая работа, по сути, была проделена следователем Аргуньянов. Честно, честь и хвала такому человеку, которому пришлось, по сути, сделать что невозможное. Проблема была в том, чтобы установить, доказать о том, что подсудимый Якуш был за рулем состояния алкогольного опьянения. И добыть, и доказательства весомые имеются заключения экспертов, имеются иные доказательства, в данном случае и свидетельские показания. Как виновник ДТП, унесший с собой две жизни, третьего покалечил. Что предусматривается судом, законом, я хочу, чтобы он это испытал. С началом нового учебного года пропагандисты ГИБДД Межмуниципального отдела внутренних дел Адыгехабльский дали старт информационно-пропагандистским мероприятиям. Офицеры госавтоинспекции совместно с сотрудниками передвижной лаборатории безопасности дорожного движения провели открытый урок безопасности для детей школьного возраста прямо на проезжей части. Ахмат Халкевич продолжит. На территории обслуживания Межмуниципального отдела внутренних дел Адыгехабльский в Ногайском и Адыгехабльском районах с начала текущего года произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Серьезных последствий удалось избежать благодаря тому, что во всех случаях безопасность молодежных пассажиров была организована должным образом. Ростознательности граждан во многом результат регулярно проводимой работы отмечает главный пропагандист Адыгахабльского МОВД Амина Тасланукова. В прошлом году у нас было 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовали дети, и четверо детей получили травму. Вот в этом году, у нас с начала года было 3 дорожно-транспортных происшествия, и несколько детей фигурировало. Но пострадал один ребенок, ну и то не сильно пострадал, и сложных травм не было. Использование именно детских удерживающих устройств, я думаю, помогло этим детям. Цель профилактических мероприятий – снижение детского дорожно-транспортного травматизма и популяризация использования специальных устройств при перевозке малолетних пассажиров. Полученные теоретические знания юным слушателям совместно с полицейскими помогают закреплять на практике специалисты передвижной лаборатории безопасности дорожного движения Эхеншахарского аграрно-технологического колледжа. Вот вы сейчас видели, дети неправильно переходили пешеход. Мы их останавливаем, спрашиваем, почему не так перешел, для чего нужна пешеходная дорожка. В следующий раз как будешь переходить. Поэтому вот эти все замечания мы делаем, дети, и они исправляют их. Так же и на велосипедах. Просто выскочил и поехал – не бывает. Мы их возвращаем. Что не сделал неправильно, чтобы ребенок сам подумал, почему он переехал не там дорогу, почему не там перешел тротуар. Дети не только отвечали на вопросы полицейских и специалистов передвижной лаборатории, но и сами активно их задавали. В ходе общения со школьниками организаторы безоочередной разубедились в необходимости регулярного проведения подобных мероприятий. Это было очень интересно. Я научился многому. До этого урока я раньше просто переезжал в пешеход, а теперь я знаю, как правильно и безопасно переходить в пешеходный переход. В завершении детям рассказали, как себя вести вблизи проезжей части, а еще подарили фликеры и сумочки для сменной обуви со светоотражающими элементами. Ахмат Халкечев, Ислам Уромов, Вестикарчаево-Черкезия, Адыгахабльский район. Воскресенье 18.00 на канале Россия. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Выборы в самом разгаре, еще впереди два дня. Приятных вам выходных и ждите вестей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА